Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Камарачи на связи, 15 миссия, пробиваемся к болотам и мы снова играем в стран холд, точнее проходим его, продолжаем. Эта миссия достаточно сложная, её я проходил, точнее пытался пройти не один раз, так тихо, и всё у меня никак не получается. Что у нас вообще здесь происходит, сейчас я вам покажу, параметры игры вообще сейчас понижаем, чтобы, время, время, если мы не успеем захватить замок, мы проиграем. Следовательно, у нас есть вот такой вот замок кабана, мы просто хотим немножечко над ним поиздеваться, пока его нет во владениях, захватить замок, ну я так понимаю разрушить, там много чего, может быть всё, и свалить через болото, убежать. Вот наша цель, но этот замок очень трудно взять, я не знаю, я уже пробовал раз 20-30, серьёзно, и, ну точно больше 20-ки, и постоянно помираю. Я заметил, что я пробовал на сложности, на сложности, по-моему, на, ну короче, на среднем. Сейчас я взял на лёгкий уровень, переключился, мне добавили вот этих вот ребят ещё, мы пехота, ну короче, наши любимые парни, которые рвутся в бой, не жалея своих яиц, и разрывают всех и вся. Может быть, вот с ними у нас и получится победить, не знаю, давайте пытаться, сейчас будем использовать какую-нибудь хитрую тактику, и, возможно, возможно, завалим. Итак, в чём будет состоять моя тактика? Я, скорее всего, отправлю вот так вот, копейщиков, копать под коп, сюда. Сделаем, наверное, это так. Может быть, это неправильно, может быть, они сейчас погибнут, и всякая такая ерунда, но я хочу именно сделать это так. Направляем их сюда, пусть бегут, будут пытаться копать. Они все, естественно, погибнут. Я посмотрел в интернете видос, как парень проходил тоже на лёгком уровне сложности. Я так понимаю, на харде вообще никто не может пройти. Тут просто, наверное, трешак на харде. Я на среднем-то не смог пройти. Хотя пробовал, я же говорю, вообще вот больше двадцатки раз. Наши эти, не сапёры, а как их, которые под копы копают, эти люди, они смогут копнуть и проломить стенку. Так, есть ли смысл их отводить? Я думаю, они умрут, они не успеют. Да, это, короче, всё, типа как корм. Не было смысла. Видел, как они делали. Люди, которые, я же говорю, в интернете. Тьфу, блин, что я несу. Он всех направлял людей, чтобы они, получается, как правильно объяснить. Они пока там атаковали, он там залазил на стены. Ну, не знаю. Как по мне, так это какая-то ерунда. Я так пробовал, у меня пройти это не получалось. Так как вот парень в видосе пытался, у меня это не получалось. Мы будем проходить по своей тактике. Сейчас они копают под коп, прорываются, делают дырку в стенке. Вот видите, они могут вот это вот всё атаковать. Вот это уже нет, потому что вода. Вот это вот всё равно могут. Так, кого тут атакуют? Охренеть. Вот как они достают, объясните мне. Дальше, что мы делаем дальше? У нас получается, смотрите, сколько людей. Это, кстати, фигня, потому что на сложном, или, не, на среднем, здесь ещё были пацаны, мы пехота, которые, наверное, человек 10 их было. Они трепали мою армию только так. Нам нужно, чтобы зачистили люди стены. Вот эти вот ребятки. Их надо, их, короче, надо поразделять. Давайте мы немножечко будем разделять наши отряды. Может быть, я неправильно делаю. Кто-то, может быть, знает попроще тактику, как пройти. Я проще не знаю. Вот эти ребятки, мы их направим на три башни. Вот раз, два, три. Вот они должны загасить. Лучники. Лучников мы направим... Мы направим, мы направим. Я думаю, мы направим просто тупо вот на вот эту вот башню. Давайте разделим на две башни их направим. Лучников. Одну на ту башню. И вот этих на ту башню. А вот этих, я не знаю, куда-нибудь на стенку кинем. Определимся. Потом нам нужно не забывать... Так, они проделали дырку. Да, видите, они брешь просадили. Нам нужно не забывать про вот этих наших... Вообще, молодчиков. Я не знаю, как их назвать. Вот это, грубо говоря, пушечное мясо. Теперь, что мы делаем? Берем параметры игры, ставим на десятку. Почему? Потому что так проще сейчас быстро раскидать людей. Вот этих, ребят, мы обязательно должны запустить вперед, чтобы они расхреначили вот это войско и начали бить башню плюс таран. И можно, кстати, пустить вот этих, чтобы они поставили лестницы. Но это все так, знаете, как вилами по воде. Вот отвечаю. Много брать не стоит. Я думаю, вот столько взять людей. И попробовать. Да, молодцы. Таран. Так, и даже не знаю, кого, копейщиков взять. Но это все, я же говорю, вилами по воде. Теперь давайте. Мы, что мы делаем сейчас? Самый медленный у нас таран. Поэтому мы направляем таран. Берем, хотя нет, там же еще эти солдаты. Надо больше взять. Вот эти чуваки, они разнесут все в начале. Поэтому мы их берем и направляем атаку, ставя активную оборону. Все, они поперли. Лучников берем на башню. Еще лучников на вот эту башню. Вот этих лучников можно на вот эту башню. Теперь копейщики. Копейщики идут валить арбалетчиков. Эти тоже. Но надо не забывать, что могут атаковать вот эти. Вот эти башни. У нас еще остались вот эти ребята, поэтому выбираем их. Даже вот не знаю. А, нет, пока не выбираем. Берем вот этих ублюдков. Направляем на стену их. Возьмем копейщиков. Так, возьмем вот этих чуваков. Засадим их вот сюда, на вот эту башню. Пусть они идут сами по себе. И мы пока что подведем лучников вот сюда. И, наверное, вот этот вот отряд вместе с вот этим. А, так не получается. Забыл, это же стронхолл, старенькая игрушка. Ну, тогда возьмем копейщиков просто. Они должны будут лезть у нас на башню. Ну, и возьмем, наверное, вот этих. Ребят, они тоже полезут на башню. Теперь мы берем параметры. И добавляем где-то на 45. Все. Жара пошла. Как видите, мы, пехота, сражается. Они погнали, копейщики погнали. Вот эти, ребятки, погнали. Эти пошли и эти пошли. Все, короче, занялись своими делами. Так, мы, пехота, занимается какой-то ерундой. Если честно. Надо залазить, вот, видите. Можно залезть, надо залазить на... Ага, все. Нельзя залезть наверх. Я не понимаю, почему при активной обороне они занимаются какой-то ерундой. Вот правда. Вот этот вот нахрена, вот он бьет башню. Заводим таран. Забираем вот этих всех ребят. И бежим сюда. Копейщики у нас стоят, как видите, они... Помирают. Все у нас помирают. Никто у нас не работает. Таран только работает. Все, как только рухнуло. Но это, конечно, читы, ребята. Ну, как читы, я имею в виду то, что вот эта скорость убавлять постоянно. Но так проще, как я считаю. Мы пехоту направляем на эту башню. Этих копейщиков. На вот эту. Вот этих тоже на эту. Сюда. Двое сюда. Вот этих тоже возьмем двоих. Направим на вот эту башню. Здесь выберем троих. Направим вот сюда. Вот один остался. Вот этих. Вот сюда. Возьмем вот столько людей. Направим вот сюда. Пусть бегут. Пусть они должны... Они должны разнести всех. Вот эти чуваки пусть залезут сюда. Они тоже смогут что-то сделать. Вот мы, пехота, уже полезли. Давайте параметры теперь подкрутим. 36 сделаем. Уже более-менее. Вот, видите, они залезли. Они вот расчищают, расчищают. Они расчистили. Все. Сразу же их направляем на эту башню. Тут тоже люди нормально гасятся. Попадете. Нормально все будет. Вот. Разносят. Разнесли. Отлично. И теперь их сюда направляем. В принципе, вот видите, мы, грубо говоря, уже миссию выиграли. Вот этих направим сюда. Пусть отлупасят. Тут осталось их, конечно, не сильно много. На легком уровне сложности, как видите, получилось пройти. Но я пробовал очень долго. Как я пришел к такой трактике с махинацией во времени. Ну, со всякой такой темой. Это вот из-за вот этой... Из-за уровня сложности. Очень высокого. Когда я играл, у меня было людей намного меньше. И я рассчитывал, вот настолько вот рассчитывал время. И сколько человек у меня на башню отправить. Я понимал, что вот эту вот башню, где до хрена лучников, 4 человека могут зачистить. Вот мы пехота, 4 хватает. Послание от хабана. Все, убили. Замечал мне. Ты заплатишь за это. Ну, победа как бы удалась у нас. Все хорошо. Все, мы победили. Но это в основном из-за того, что я же говорю, я очень много пытался. И когда поставил легкий уровень сложности, я увидел, что мне дали еще мы пехоты. Причем нормально дали. Я понял, что это именно те люди, которых мне не хватало. Плюс, да, я там грязно немножко сыграл. Много копейщиков умерли просто так, когда они стояли на башнях. А их сливали лучники, потому что таран еще не пробил ворота. Им же еще плюс надо добежать. Они выступили у меня как пушечным мясом. Но, в принципе, это ничего такого страшного. Победа есть. Победа есть. Правда, много жертв. Всем спасибо за внимание. С вами был Акамарачи. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И покеда. А, ну, лайк, еще лайк, лайк.